друзья привет всем сегодня у меня будет долгожданный прямой эфир совместные с моей тезкой который тоже зовут нелли фамилия у нее землянская эта девушка которая просто взорвёт вам мозг такая же безбашенная как я сейчас подождем ее как она попросится в эфир добавляем что могу не сказать она за три года совершенно без денег посетила 54 страны да это вообще или писали там точно скажет это вообще просто не девушка а космос подождем сейчас добавим 4 страны многие пишут то что я хочу денег для того чтобы первая квартира машина путешествовать но путешествовать можно совершенно без денег это миф потому что если вы сейчас не путешествуете нет денег это просто отмазка вы не хотите путешествовать можно все отключаем стоит и просто начинаем это делать и вот на или сейчас поделиться как она это делает клиент эфир я подумал бы сейчас бабовский просто вижу милей отправил запрос добавляю я ждала этот эфир очень интересно так необычно обращаться к нелли так вообще необычно ну рассказывай давай давай хакнем мозг народу и расскажем то что это все мифы у всех отмазка я хочу путешествовать и поэтому всю жизнь зарабатываю для этого деньги никак не могу выехать согласись это миф давай развеем да я я полностью с этим согласна почему да ну ребят я хочу всех поприветствовать сегодня да то есть огромный огромный привет вот надеюсь что буду сегодня хоть чем-то полезно обязательно записывайте какие то может быть лайфхаки да то есть потому что иногда я говорю в потоке и поэтому я уверена что каждый найдет какую-то себе мысль или какую-то идею которая ну действительно лайфхак не да или хакнет ну твою реальность вот очень-очень рада всех видеть вот очень круто да то есть у меня тоже если честно были раньше мысли то есть ну вот это реально были установки и стандарт что я думала нет путешествовать без денег я знала что вот одно путешествие оно стоит ну реально там ну миллион рублей да то есть там вот на или то что самое было то же самое что же дальше миллиончик то есть тебе надо его заработать и обязательно тебе нужно когда-нибудь потом вот вот там будущем когда тебе обязательно нужно это сделать вот и когда у меня был свой бизнес москве то есть у меня все было круто у меня все то есть я шла своими прям семимильными шагами я шла к цели то есть меня в москве уже узнали да то есть меня устали узнавать в крупных городах то есть мы стали фотографироваться брать интервью я такую там звезду поймала там вообще ну и тогда вот вселенная именно тогда вселенная решила и меня вот знаешь вот так вот прям просто за морду взять и прям вот по асфальту понимаешь что прям чтобы прям вот до боли чтобы прям до скрипа понимаешь до крови может снять все вот эти вот луковую шлуху которые могут набираемся набираемся да с годами с годами все больше больше и больше обрастаем и мы уже даже может быть сами не знаем а где мы настоящие понимаешь не то есть мы даже уже сами настолько потерялись в этой грёбаной шелухе которую нам вот начали навязывать где начинают навязывать с детского садика потом в школе то есть нас учат обманывать нас учат врать нас учат лгать то есть в садике в школе то есть нас учат подстраиваться под родителей под воспитателя под учителя да то есть мы ходим вот так да то есть и мы врём и мы обучаемся вот этому вот ну вот совершенно ненужным нам вещам и естественно да то есть и также закладываются вот эти стандарты что кругосветка без денег нет это типа что-то нереально это что-то невозможное и действительно это точно ну а я вот но реально тому же мой привет потому что я действительно да то есть я доказала вот людям и я доказала прежде всего самой себе то можно путешествовать без денег конечно можно шаблон башке просто стал действительно да то есть я вот это вот посмотрела у тебя это рвите шаблоны я просто хохотала я пошла короче гуля покажу смотри смотри как это какая-то котел кошка берет короче хватает мышонка такая тащит его да то есть думаю что сейчас он его сожрет а он притащил короче к еде к миске и типа на жри типа чувак вот это действительно это реально то есть так надо рвать шаблоны понимаешь то есть я вот сегодня как раз вот проводила эфир на ю тубе на то есть ребят подпишитесь обязательно да кто кому может быть интересно сегодня кому будет полезно сегодняшняя сегодняшний наш эфир на с тезкой вот посмотрите то есть я называют странствующая монахиня я называюсь в этом в ю тубе короче монахиня я действительно стала монахиней то есть я буду конечно там прыгать с места на место вот и меня там если что а дергивай отправилась в кругосветку я отправилась в кругосветку с мыслями найти мужчину своей мечты я всем девчонкам эро девчули я поехала короче я найду самого крутого мужчину вообще в жизни вот а вы тут типа завидуете молча и наблюдаете весь мир то есть моими глазами понимаешь вот моими глазами и я писала всю правду матку как мне там бразилец соблазнил то есть ну прям я писала вот люди о котором не пишут я считал ту историю это просто мурашки по телу все люди и пишут об этом нелика то есть ну то есть они пишут о себе там вот вся страна пидорасов одна я золушка понимаешь то есть они вот вот так вот пишут да то есть вот посмотрите а вот я вот сетка привязанность такая причёсная блядь мне хочется иногда взъерошить ну вот ребята вот блин вот ну вот сейчас вот да 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 вот хочется чего-то настоящего насколько вот это все вот все вот такое прилизное вот этом там это вот психолог да блин я тебя сама такому там научу да то есть там девочка там психолог мне вот надо психологом родить да нахер их самих лечить я думала вы там людям помогать у вас гуру самих там просто такой такой трэш в башке то есть но так а вообще ну мы вообще это все подожди вот я сейчас тебя перебьют буквально и вопрос тебе задам как раз ты улетела сейчас нелли в то же время как и я мы в одно время очень так прославлялись ну хорошо по бизнесу я в своей рекламе она была знаменитая и там всего нелли нелли классная богачка такая клёвая знаменитая все они говорили она там было тренинги ты тоже была в бэм как я короче все нелю знали тогда она была такая крутая вся вот вылезная как ты говоришь с прическами в платьюшках я помню тебя такой а потом решила как я это все надо давайте вообще все уберем из жизни и посмотрим какие мы настоящие я вот свой бизнес подарила я вообще решила нафиг это ничего не нужно быть такой какая есть и все на хрена эти маски нелли сделала то же самое вот и это я отправилась в кругосветку нам интересно как ты решилась во-первых без денег какие там трудности у тебя были расскажи какие-то смешные истории и что людям вообще сделать чтобы поехать путешествовать есть какие-то рекомендации но то есть как раз вот я вчера 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 да я записывал лайфхаки как путешествовать без денег то есть обязательно посмотрите там есть вот интересно сейчас могу что-то забыть да потому что не готовилась к твоему там вебинар потому что такая ты женщина а не надо ни к чему готовиться мы такие как есть да то есть ты там ага то есть попозже завтра вчера сегодня ну то есть я сама такая же то есть понимаешь я я живу без каких без какой-либо системы погнали погнали то есть ну и жить без плана первое рекомендация двух ныль вот это самое лучшее когда ты нихрена ничего не знаешь и тебе интересно это узнать правильно согласна согласна вот и поэтому конечно в общем что ну самое важное это нужно поставить дедлайн то есть мне вот тогда вот мальчик бросил вызов то есть представляешь я такая бизнес-вуман знаменитая да то есть на всю москву то есть уже в крупных городах там то есть фотографируешь с такой короны с такой звездой во лбу вот и мне мне бросают вызов то есть я сама любила очень бросать вызовы или любила вызываете принимать и тут короче парень участник моего проекта он 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 мне бросает вызов типа у нас у меня прям прям как будто программилово он такой говорит мне нелли ты закрываешь проект и отправляешься в кругосветку на него я молчу я не говорю ни слова но в то время у меня такой начал просто такой огромный бульдозер просто копать просто копать просто копать и я сначала типа как проект закрыть да ты чего типа да ты с ума сошел что ли у меня корона уже рядом с вершиной ты мне говоришь закрыть проект да я два года херачила чувак и и потом короче вот это затем просить не у кого абсолютно и я смотрю в другую сторону то есть мужа нет я начала удивляться мужа нет детей нет то есть ну не у кого спрашивать абсолютно то есть ну разрешение можно я поеду в осветку вот ну и третье то есть он когда начал мне показывать фотографии но реально он не начал показывать фотографии и показывает мне начала океаны горы да то есть каких-то разных диковинных животных то есть какую-то еду и я просто смотрю и я просто ну просто реально в шоке и я понимаешь потом пришло тотальное счастье вот и 29 мая 2017 года меня девочка алина золотая взяла у меня интервью и вылезла над дорогу она была такая же красная помада лифчик пухшап такие вот девушечку были штанишки девка поехала автостопить по миру ты прикинь но это просто вообще то есть обязательно старая одежда никаких пухшап обязательно никакой помады никаких афтончиков и никаких шорт то есть ты выходишь на дорогу то есть ты друган то есть ты друган и прям ты вот начинаешь автостопить у меня столько дальнобоев просто из разных стран из разных континентов только друзей так ты что-то пропадаешь куда-то немножко я тут даже слова пропали уныли потому что она немножко зависла я даже поняла по ее мимике что она хотела сказать не один-то набойщик которым она тусила ни разу до нее не доколебывался такой эффект такой эффект ребят у вас тоже на или висит напишите что-нибудь что-то там пробивается но не слышно нифига да висит 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 и вот где ты зависла придется тебе повторять заново нелечка подожди сейчас отвиснешь потом будешь говорить ой да она такая классная я конечно в шоке я следила за ее историями потому что я ее знаю еще с тех времен когда она была такая все классная когда она была такая и тут она просто хакнула в систему так нелли вышла сейчас она перезайдет она просто взяла и хакнула систему просто решила избавиться от всего и просто поехать в никуда она в курсе что она висит да она в курсе и она сейчас перезайдет подождем ее потому что блин эфир должен быть вообще просто бомбический я так ждала когда нырит со мной выйдет в эфир нелечка попробуй перезайти мы тебя все ждем о да меня перезашла да когда такая энергетика и хочется все рассказать эфир висит у меня тоже так бывает тема эфира пятьдесят четыре страны за три года без денег просто бросим бизнес в корону и вообще все 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 и поехал в кругосветку ну не скажу в чем мать родила но в том что у тебя есть задержки и все и больше ничего с собой у нее не было она просто была в принятии Нелли сейчас расскажет о своем проекте Нелли а у меня нету этого не высвечивается что ты сейчас нажми еще раз кнопочку добавится а то у меня не высвечивается почему-то Нелли начинала с бизнес молодости два года там хреначила вела тренинги причем там сейчас она сама расскажет Нелюшка давай к нам ты где так интересно блин с тезками разговаривать а вообще еще имя такое редкое Нелли попробуй там еще раз что-то нажать чтобы зайти а кто знает в инстаграме второй раз если ты зашел можно попроситься в эфир или нет а вот можно все добавляла ты снова с нами все пишут и понимают что у тебя такая бешеная энергетика ну невозможная просто что аж гадит всё я знаю я знаю если честно Нелли вот честно то есть когда у меня вот прет вот внутри да у меня перестают работать телефоны то есть у меня глючит просто все то есть ну вот так вот но в радиусе потому что ну энергетика у меня прет и ну почему у меня прет энергетика да потому что у меня цель огромный у меня реально грандиозные планы на эту жизнь, то есть я, ну, и расскажу просто вкратце, да, то есть я когда-то принимала алкоголь, я когда-то курила, я когда-то жила без цели, работала на дядю, вот, и я просто однажды прям дошла до края пропасти, вот когда нужно было выбирать. Ты была заработать денег, все-таки она уже у тебя была. Да, нет, она у меня сейчас есть, то есть я, ну, то есть я не закрыла этот гельштальт еще ни разу, понимаешь, то есть у меня были, водились деньги, но чтобы вот прям по-настоящему богатые, чтобы я могла там помогать людям, у меня, к сожалению, этого не было, но я иду к этому. Вот, я буду, я буду очень богатой. Ну, то есть у меня... Нет, после того, как я прерву сейчас, ты расскажешь, ну, дальше свою историю, как ты начала, там, что какой у тебя бизнес был, просто вопрос задали, чем ты занималась, какие-то... У меня проект назывался, проект назывался Бэха, вот, это был трехэтажный коттедж в Подмосковье, рядом с Пятницким шоссе, вот, и мы жили там предприниматели, то есть там еще была языковая английская среда, то есть мы разговаривали, ну, так а-ля некий Лондон в Москве, то есть, и мало того, у нас были каждое воскресенье тусовки по 30-50-100 человек, вот, я приглашала известных спикеров, которые делились с нами своими лайфхаками, как они стали богатыми, как они стали известными, вот, и за счет этого, да, то есть я быстро-быстро просто сделала себе имя, да, то есть я сразу поделюсь, да, вот по поводу того, как сделать себе имя. В одной книге я прочла, что если ты раздаешь менее 700 визиток в месяц, то ты полнейший лузер, вот, и по-моему, ребята, да, то есть вот почему меня называли королевой натворческой, охотницей за миллиардерами, международной свахой, ребята, потому что я раздавала везде визитки, я рассказывала о себе везде и вся, то есть я делала агентами просто всех и вся, то есть партнерами, я говорю, эгей, то есть, знаешь, вот видео я буду перезаписывать, потому что они записаны, всегда говори да, вот если ты смотрел этот фильм, или да, смотрел, то есть обязательно этот фильм нужно пересмотреть. Я садилась, то есть я всегда говорила жизни да. Когда я начинала свою кругосветку, я сказала, что землянская, если вдруг тебя кто-нибудь когда-нибудь позовет, ты туда идешь. Зимбабве, представляешь, Зимбабве, то есть там одни черные мужчины, то есть для них белая женщина, это для них как булочка с маслом, и я сажусь в машину с тремя африканцами, я смотрю на них, и мне вспоминаются некрологи, там некрологи, то есть как-то изнасилованные. И я такая, знаешь, просто по-русски машу наутмуш рукой, и я и сажусь в эту машину. Там оказались двое ребят-спортсмены, один парень оказался тоже автостопщиком, так же, как и я. То есть, ну и таких историй просто масса. То есть один парень, меня в английской гаяне тоже, пойдем ко мне, пойдем ко мне. Я такая смотрю на него, такая думаю, что ты ко мне докопался? А потом такая, так, алло, алло, стоп. И мне его тетушка Ванесса дала 50 долларов перед Венесуэлой, перед голодной Венесуэлой, понимаешь? Когда мне давали вот индихины с индейцами, вот такой вот хлеб, вот такой вот хлеб. И вот столько наливали кофе, понимаешь, Нелли? И ты не представляешь, красотка моя, ты себе просто не представляешь, как я это ценила, понимаешь? Вот я смотрю сейчас на русский стол, колбаса, сыр, масло, хлеб такой, хлеб такой, борщ, потом, блин, компот, еще там чай потом с конфетами, плов, блин, с мясом. То есть, я такая, ну, то есть, ребята, вот у меня вот эта вот моя плошечка, то есть, такая вот самодельная, да, татума она называется, где я приходила, как меня учили мои друзья латиносы, мочилеры, автостопщики, они говорят, идешь и спрашиваешь. Я говорю, я боюсь, они идешь и спрашиваешь, мы сказали. И я шла и спрашивала вот эту вот еду, то есть, я склоняла голову. Я помню, когда я впервые это сделала уже сама и мне отказали. Представляешь, мое состояние? Я и так еле-еле, мне пришлось проработать с собой, я была очень голодная, у меня не было ни копейки денег, понимаешь? Я была вынуждена пойти и просить еду, понимаешь, в ресторане, ну, а-ля ресторан, то есть, там рестораны. Это вообще просто крутая. Сто раз хуже за трипостного кафе в России вообще, в самой глухой деревне. Вот. Я захожу туда и я впервые прошу еду и мне, короче, отказывают. Представляешь, мне отказывают на еле. И я, понимаешь, и я просто выхожу туда, то есть, у меня такое, знаешь, состояние, и я сама себе. И ты идешь и спрашиваешь второй раз. Прямо сейчас ты идешь, ну, чтобы не испугаться, понимаешь, чтобы идти и сделать это сейчас. И я пошла, это спросила второй раз, и мне дали вот этот вот, и суп мне дали, и рис, и я наелась, и, блин, прям просто суперкруто, и я продолжила, да, там свою дорогу, потому что я полюбила ходить пешком, вот, я встретила, когда я была в Аргентине, на самом краю света, да, то есть в Толвине, да, практически рядом с Ушвай, ребят, если, блин, вот, понимаешь, вот есть, вот я прям вспоминаю, у меня мурашки по коже, потому что, блин, когда я туда приехала, Нель, я просто, я просто вот стояла, смотрела и рыдала, блин, в голос, понимаешь, и мне было все равно, что обо мне подумать, Нель, потому что это незабываемое зрелище, Нель, это вот, ну, незабываемое зрелище, это такое, ну, что-то невероятное, вот реально это что-то невероятное, и, и вот мы сели там с одним мужчиной, и я там жила, тоже он раньше когда-то там путешествовал очень много, и он меня принял, мало того, мне дали там кофе там с какой-то булочкой, я такая, спасибо, вот, и пришел какой-то японец, на английском не говорит, короче, на испанском не говорит, он, короче, мне там на пальцах, давай объясни, я, короче, понимаю, что этот чувак, ему 70 лет, он из Японии, и он путешествует по миру уже 9 лет, но самое важное, что он путешествует, пешком, а я его встретила, и мой, в Патагонии, представляешь, я просто вот так вот смотрела на него, я просто смотрела на него, как на Бога, как на Бога, то есть для меня это было, я видела таких людей по телевизору, на Ютубе, ну, чтобы вот так вот встретиться с 70-летним, то есть, понимаешь, такие люди, они дают себе вот такой порох, они такого тебя огня подкидывают в твою топку, да, вот очень многие люди, да, они же, они же вот реально чадят свою жизнь, они вот реально чадят, Чидят, чидят Вместо того, чтобы взять и отжигать Вот взять и отжигать Знаешь, я 9 лет, слава богу, избавилась от своих Вредных привычек Я просто начала отжигать Я просто, знаешь Я сказала, я буду богатой Я буду общаться с самыми крутыми и известными людьми Я буду вхожа в их дома Я объезжу весь мир Я уже когда-то себе давно дала эту установку Понимаешь, Нелли, и это происходит Я заходила в дорогие отели В драных кроссовках, в драных штанах Я заходила в дорогие отели Чуть ли не иначе, не ногами, знаешь И они понимали, что, ну, то есть Девочка хоть и плохо одета, но она знает Себе цену, понимаешь И я заходила, я говорю, дайте мне интернет, пожалуйста То есть, понимаешь Вот наглость, ну, правильно говорят Что наглость, второе счастье Ну, а что, тебе приходится выживать То есть, ну, говорят, нет, ты идешь и идешь И стучишь и в другую дверь И в другую дверь, и в другую дверь Потому что наша гребаная корона Которая реально нам мешает в жизни Вот реально вот одеваем эту гребаную корону И, блин, вот это вот реально В других нациях нету Вот нету в других нациях Вот, к сожалению, вот только Россия Вот этим вот гретьми, вот знаешь Вот, либо там Ну, может быть, зависть, конечно, и есть Но там люди попроще Вот там люди попроще И поэтому, вот знаешь, как говорила Наша любимая Фаина Раневская Она говорила Меньше пафоса, господа Потому что под самым красивым хвостом павлина Скрывается обыкновенная куриная жопа Так что меньше пафоса, господа Я ее Понимаешь, она вот Она реально Реально Она обалденная жена У нее брали интервью Смертью Говорит, а что вы не сделали? Говорит, что вы не сделали? Что вы не сделали? Фаина Она говорит Я много чего То есть, ну вот, потому что Не боялась людям сказать Режиссерам там и так далее Вот, ну, про Фаину Раневскую Так, пока Нелечка зависла чуть-чуть Я подытожу Ребята Первое Делим в себя То, что я сейчас услышала Который посылает Нелли рассказать Делим в себя Ценим в себя Любим в себя И самое главное Смотрим всем своим страхом в глаза И вот эти ваши стеснения Которые заставляют быть в комфорте Из-за которых вы гоняете И все вот эти двери, возможности Которые открыты Вы не можете шагнуть туда В эту дверь, да? Не можете шагнуть В эту возможность Они все открыты Но мы просто стоим перед дверьми И жмёмся, мнём, стесняемся Стыдимся чего-то Отчего стыдиться? Все возможности Это когда ты просто берёшь и делаешь И вот этот пафос То, что я такая Ну, хорошая О чём бы мне подумать Нафиг Вот вы когда Будете сами Ну, перед собой честными Просто честными И всё И тогда можно Делать И открывать любые возможности И встречать вот этих людей На пути Которые реально Ну, все наши зеркала Нам показывают Нашу суть Да У Нелли сначала был страшно По поводу еды Что вдруг ей откажут Ей отказали Чувство сразу материализовывается Но она себе сказала Нет, тряпка Ты хочешь есть И надо выжить И поэтому она пошла И ей уже не отказали Она была уверена Потому что Ну, стучишься И тебе откроют Правильно? И ещё последнее Хотела сказать Подытожить твои слова Что Что Там просто у меня Там съели у нас Какие документы Нужны для кругосветки Для То есть Для кругосветки Нужен только шенген То есть Я Латинскую Америку Индию То есть Ну, там по ходу Делала какие-то По ходу В Аргентине Я сделала визу в Штаты То есть Ну, вообще Не парьтесь Просто налегке Просто Один рюкзачок Пару носок Какую-нибудь штанов Какую-нибудь куртёжку Какую-нибудь шапочку Ну, и всё мне Всё мне это Давали по дороге То есть Я говорю Слушай, а у тебя нет Каких-нибудь старых перчаток? Мне давали старые перчатки Я говорю Слушай, а у тебя случайно Так нету это? Точнее, неправильный вопрос Да, то есть Мы Ну Ну, там В Латинской Америке Немножко по-другому, да Но То есть Всегда у тебя есть шапка Какая-нибудь старая Там, ненужная Да, то есть А у тебя есть какая-нибудь Куртка там Старая, ненужная Которая ты могла бы мне подарить Ну, то есть А, пор фавор Чуть-чуть зависла Что-то у нас сегодня Прямо свинтушку Ну, отвисла вроде уже На этом совсем Вот И этому, конечно Ни о чём думать не надо Да, то есть Нужно ставить дедлайн И нужно просто идти вперёд Понимаешь Без страсти А Да-да-да Нелли ночевала И на пляже И под открытым небом И просилась кому-то И в гамаках И просто По деревам Везде ночевала Чего у нас сегодня со связи Женщина огонь Ты чего интернет отключаешь Азию Нелюшка Просто фонтанирует Этой энергией Она сейчас вышла Перезайдёт И начинается И такой Тин-тин-тин Сдувается Сейчас Она ещё раз попросила И добавляя её Вы уж там сильно Не ругайте нас Что у нас интернет Отключается Ну вот у Нелли Такая энергетика Что у неё всё глючит Да Ну в общем Ребята Это конечно Да вот Ну нужно Нужно путешествовать Да вот Нужно верить в себя Вот Понимаешь Вот Несмотря ни на какие пригороды Вот нужно идти Вот нужно идти Вот и Вот прям только вперёд Понимаешь А я вспомнила Я вспомнила Я недавно рассказывала Как я на необитаемом острове На Мальдивах В проекте участвовала Турбоостров На выживание Ага И там я научилась Ценить то Что есть Да И вода для меня Сейчас самый лучший напиток Просто Когда я пью воду Я вспоминаю эти лишения Что тогда глоток воды Был для меня Как слиток золота Ну настолько бесценный И что ничего ценнее в жизни Нет Как этот глоток воды Который мы собрали Из грязных бутылок Которых принесла вода Ну На берег Да И мы оттуда Конденсат собирали Это было лучше И вкусно Что вообще Можно было пробовать То есть Когда ты начинаешь Ценить самые обычные вещи Просто горы Просто море Просто дорогу Просто попутчиков Людей И себя естественную Вот просто жизнь Без вот этого пафоса Вот тогда Всё случается Вот Согласна Я стала ценить Больше и еду И вообще жизнь То есть Я очень много раз Висела вот Ну на волоске Я вот реально Очень много раз Висела на волоске Вот Я балансировала Между жизнью и смертью Очень много раз Вот И поэтому Конечно Знаешь Когда ты Понимаешь Когда ты Вот ходишь по краю Понимаешь Воздух становится слаще То есть Каждый день То есть Это просто Вот знаешь Просто Целая эпопея Там С огромным количеством Инсайтов Знакомств Еды Запахов То есть Ну Глаз Это вообще Конечно Знаешь И очень многие люди Вот когда я проходила Мимо Да Нелли Вот когда я просто Проходила мимо них Вот просто С отрешённым взглядом Да То есть Устремлённым Они оборачивались Наверное Да На ту Силу энергетику Да Они просто Меня останавливали И они хотели Спросить А кто я И куда я иду Куда я держу путь И почему мой взгляд Так вот устремлён Куда-то за горизонт Потому что Ну я действительно Я была Вот по-настоящему Ну я всегда Сейчас Понимаешь Нелли Вот даже Каждый божий день Я вот ценю Я ценю Вот каждый свой день Вот каждую минуту Вот поэтому Я тороплюсь жить Да Вот люди там Очень многие Чидят Чидят Вот знаешь Я всегда вспоминаю Вот этот фильм Таёшный роман Дура Да ты же сгоришь Ну и что Зато вспыхну А то чидишь Чидишь Понимаешь И вот очень многие люди Они вот к сожалению Всю жизнь свою Сука Чидят И чидят И чидят Понимаешь Вместо того Чтобы просто Сплясать Такого Гопака Понимаешь Чтобы из соседней деревни Сука Было видно Или из соседнего города А лучше вообще Из другой страны Понимаешь Танго Бачата Всё что угодно Гопак То есть ну Так чтобы пыль Столбом стояла Понимаешь Вот так нужно жить Вот так нужно Отжигать свою жизнь Понимаешь Нелли Иначе Вот знаешь Вот где Самые богатые люди Где Самые богатые люди Не в Дубаях И самые богатые люди Не в Китае Самые богатые люди На кладбище Потому что Они побоялись Раскрыть свой потенциал Они сказали Мы слишком молоды Мы слишком стары У нас нет связи У нас нет денег И так далее Ещё тому Разная подобная хрень Которую мы реально Засовываем себе в мозг И мало того Мы убеждаем Окружающих в этом Понимаешь Нелли Я не понимаю Чему так люди живут Ну хотя я тоже Когда-то вот так жила И поэтому я Вот я действительно Проснулась 9 лет назад И поэтому я вот Реально хочу Реально растормошить Раскочегарить Весь этот мир Понимаешь Я говорю Ребят Ребят Раскочегарим Мир Я говорю У вас Да Я говорю У вас есть Ребят Два пути Это проехаться Пассажиром Да И даже не спрашивать Куда сука этот поезд ведёт Понимаешь Тебя Либо быть машинистом Понимаешь И либо лучше вообще Быть кочегаром И подбрасывать Подбрасывать Просто вот В эту топку Топку Понимаешь Ещё угля И ещё угля И ещё угля Понимаешь Так чтобы вообще Мало никому Не казалось Ну не казалось Понимаешь И тогда будет просто В конце жизни Когда ты будешь лежать А все будут лежать На смертном Андре Все будут лежать На смертном Андре Вот Понимаешь И тогда они уже Тогда Когда ты будешь Там лежать Ты Скажешь Ты обернёшься На свою жизнь И скажешь Чёп мать Блин Я так Я так Отжёг Свою жизнь Я такого Гопакас Плясал Понимаешь И такую И цыганочку И барыню С выходом Понимаешь И можно даже Да И на бродов шаг С этой подругой С косой Выпить Да Перед самим Концом Вспомните Мэли Два вопроса у нас Первый Держать силы Ну Я добавлю К твоему Потому что Мне есть что сказать И Второй вопрос Знания Там английского Языков И так далее Вот у тебя Какие-то знания есть Как ты 54 страны Без знания И 54 языков А вот Вот они пальчики Понимаешь То есть Ну То есть Во многих странах Я не знала языков И просто ты объясняешь Что да как То есть И люди тебя понимают То есть Ну вот обязательно Ну английский Конечно Испанский То есть Едешь в какую-то страну Выучи хотя бы 30 фраз Ну то есть Это каждый может Там записать себе Куда-то на листочке Там допустим Спросить еду Спросить поесть То есть Самый какой Главный лайфхак Вообще Вот в кругосветке Без денег Это знаешь Ты просто идешь И спрашиваешь у людей А где можно поесть бесплатно А где можно бесплатно Переночевать И это перестает Быть твоей проблемой Понимаешь То есть Люди потом А ну Ты голодная А ну вот тебе Плошка А ты можешь переночевать Вот в этой церкви А ты вот спроси Сеньора этого Леона Или то есть Ты спроси Сеньора Ванессу То есть Ну и ты Все Понимаешь Все У тебя задача Ушла Ребята У меня нет денег А вот как Мне перебрать Перебрать Я посетила Около 30 стран У меня намного Меньше Чем у тебя Вот Я конечно Не так Что ты говоришь Еще расскажи Я говорю Посетила Меньше стран Чем ты Вот И у меня не так Трешево Как у тебя Я наоборот У меня бизнес-класс Бизнес-отели И так далее Ну около 30 стран Посетила Вот Но в некоторых странах Специально тоже Устраивала себе Треш Без денег Специально Ноль карт Хотя я знаю Что у меня на счетах Есть деньги Я все равно Делала все Чтобы Ну Эксперименты для себя Прожить без денег Вот И Действительно Когда ты спрашиваешь Тебе всегда открыты Говорят Да Тебе дают То что ты просишь Люди Просто Ну ладно Боятся попросить А даже Если они попросят Они не хотят брать Им даже дают Без спроса Вот ты ментально Даже что-то хочешь Тебе И начинает разворачиваться И все это давать А ты не берешь Потому что тебе стыдно Ну это же капец какой-то У меня тоже такое было Нелли У меня тоже такое было То есть мне Давали Помню Начали давать деньги В Индии Я говорю Не-не-не Вы что Мне не надо А у самой Один доллар Понимаешь Один доллар Вот Меня чувак На Ламборджини Подвозил В Италии Ты понимаешь Он говорит У тебя деньги-то есть Я говорю Да-да-да Есть А у самой Сто рублей Опять Гребанное эго Понимаешь Гребанное эго А он мог дать Офигенно тебе Наверное Да И вот Слава Богу Я слава Богу Что я отвернулась И вот уже А и мне тогда Саша Полонец Он мне такой говорит Говорит Нелли Ну слушай Вселенная Хочет тебе помочь Вселенная К тебе стучиться С деньгами То есть Поддержать твою Кругосветку А что делаешь ты Ты говоришь Нет Я сама Нет Я сама Типа Она скажет Ну окей Сами с усами Окей Давай вперед Родная То есть Но только уже без меня И поэтому Вот нужно принимать Нужно уметь принимать Вот подарки Понимаешь Потому что И принимать И отдавать Понимаешь Потому что Иногда Вот проситель Ну Бог Может приходить К тебе в разных Обличьях Понимаешь Абсолютно в разных Я его несколько раз Видела Понимаешь И я вроде Вокруг тебя Приходят Во всем Даже не просто Могут приходить Все Бог приходит Тебе в каждой собаке В каждой кошке В каждом человеке Он тебе Везде У меня было Очень много Интересных историй Конечно По этому поводу Блин Это было вообще Конечно То есть Да Ну хорошо Ты их спрашиваешь Вопросы Ну их много Мы будем Ну все Так по чуть-чуть Хотя бы Потому что Если хотите Углубленно У Нелли Ютуб Завален Просто этими Историями Они вообще Капец классные Я ее истории Когда читала У меня прям Вообще Глаза Вот такие Вот вы Помнишь Да Мы сейчас С тобой Переписываемся Я бы Офигевала Просто Это все Почитайте Да Я кстати Очень-очень Хотела тебя Поблагодарить Дорогая Потому что Ну вот Ребят Нелли Меня тогда Очень стильно Поддержала Я не помню Где я была По-моему Это была То ли Перу Бразилия Бразилия И у меня Сильно Заболел Зуб И ты мне Как раз пишешь Типа Как дела И ты прям Как почувствовала Понимаешь Конечно Как свое Это не почувствовать Да Я говорю Че Херово Ну не то что Херово Я что-то там написала Я говорю Зуб болит Говорю Прикинь Говорю А денег Говорю Нету А Бразилия Дорогая страна То есть Ты не хотела Денег от меня Принимать А я все равно Тебе послала Да Ну да И в общем Ты мне послала Тогда И прям вообще То есть Мне прям Я что-то и вылечила Как-то по дешевке Вот Говорю Потерпите чуть-чуть Тут соседи Я говорю Потерпите чуть-чуть Пожалуйста Еще минут Десять Пятнадцать Вот И И все В общем Потом И вот это вот Я слава богу Что мне там Обошлось как-то дешевле И вот эти мне деньги То есть Ну там У людей Да Вот там Кто-то в Сочи За пятьдесят Тысяч ездит На десять дней Да Вот Некоторые личности А у кого-то У меня пятьдесят тысяч Ну не знаю На два года Ну точно Ну на полтора года У нас были вопросы Первое Где брать силы Надо чуть-чуть Затронуть эту тему Вот Где брать силы На вот это вот Все Затронуть Чуть эту тему Спрашивать Потом По поводу языка Я сама Я английский Вообще не знаю Кроме русского Три цепи Пошли ко мне на марафон Только жесты А? Пошли ко мне на марафон английского У меня люди за один месяц Ну на английском Свободно разговаривают За один месяц Да ладно Я к тебе пойду на марафон Сейчас еще расскажешь Про марафон Потому что я с английским Вообще не дружу Я чисто жесты У меня люди разговаривают Мне потом начинают орать Они говорят В смысле Я три года Говорят Школа заплатила Они меня говорят Так не научили разговаривать А у землянской То есть вот так Потому что я говорю Ребята Здесь и сейчас Без какой-либо азбуки Без какой-либо грамматики Мы разговариваем на английском То есть ну вот это у меня так же Да то есть гитару я купила Да Вот укулеле точнее я купила Да Сорок три года я начала играть На укулеле Ты понимаешь Сорок три года Только потому что Вот у нас вот Такие вот учителя Они играют в долгие игры Поэтому вот искать людей Которые играют в быстрые игры Потому что ну вот Ты здесь? Да Да-да-да я здесь Нелечка где брать силы И давай ты расскажешь Что у тебя за марафон по английскому Какие у тебя еще марафоны Может быть Куда пойти к тебе Так где брать силы Ну где брать силы Ну смотри То есть брать силы То есть обязательно нужно мечтать по-крупному То есть у тебя должны быть цели Очень крупные То есть когда у тебя какие-то задачи стоят крупные То есть ну ты идешь просто Понимаешь У тебя вообще там кто что говорит Кто что думает То есть ты идешь Понимаешь Ты просто как танк Ну это естественно питание То есть ну полезное питание То есть обязательно То есть энергию свою подпитывать Полезным питанием То есть меня в кругосветка Вот она меня научила Я смотрю уже на еду Либо как на выживание Да Либо как на полезные витамины Понимаешь То есть я сейчас принимаю Масло черного тмина Оно обалденное Я пью там Кистельхинди Там очень-очень крутая Индийская трава Полезная Супер полезная Понимаешь Я там Ну разные вещи То есть понимаешь Спорт Да То есть спорт Мне люди говорят У меня нет времени на спорт Ребята Вы не представляете Сколько энергии дает спорт Каждое утро Я встаю И просто одеваю кроссовки И я бегу Понимаешь Вот я просто бегу Занимаюсь спортом Дыханием Медитацией Око возрождения Делаю каждое утро Вот И позитивное мышление Позитивное мышление Вот эти вот три вещи Которые Вот спорт Питание И позитивное мышление Вот это вот даст тебе энергию Обязательно занимайтесь цигуном То есть, ну, мечтайте по-крупному, общайтесь с людьми-моторами, ребят, вот оттуда надо брать, общать, минимизируйте общение с якорями, теми людьми, которые выводят вас в минус, просто распишите лист А4, да, то есть разделите на минусы и на плюсы, пропишите вот эту, пропишите вот эту колонку. Оттекление, правильно, мы рядом в окружении, и каждого человека начинают себя вести по-разному, либо ставят пессимизм. Да, то есть у меня тут ребята спрашивают, сколько пар обуви стоптало, ребята, про мои кроссовки, мне кажется, уже вообще весь мир знает, просто весь мир, вот, мои кроссовки, они прошли вот эти вот 54 страны, то есть там и по снегу, и по дождю, и по жаре, и по пескам пустыни, да, то есть я и в Сахаре там это ходила. Вот, и они просто были драны, там, где их только не ремонтировали, мне покупали другую обувь, мне люди предлагали, давай мы тебе вот, давай мы тебе... За сколько миллионов долларов ты их продашь? Нет, я продолжу их носить, теперь уже по России. Теперь уже по России, ребят. Вот, ну и что хочу сказать, вот, что хочу сказать про марафон, ребят, ну, то есть я не знаю, каким образом это происходит, вот, но сегодня там, да, то есть я сегодня прям, ну, реально разрыдалась, потому что один отзыв прислал, другая девочка прислала отзыв, одна девочка записала видеоотзыв, и я просто, я просто, ну, реально начала рыдать, потому что, блин, настолько это взорвало мой мозг, то есть я говорю, я не знаю, ребят, как это работает, но люди со мной, они реально начинают такой движ заводить, понимаешь, то есть приходит такая сумасшедшая магия, такая сумасшедшая энергия в их жизни, и они реально начинают отжигать, и мало того, в окружении таких же людей, как они, которые тоже хотят что-то изменить. У нас там самая выжимка, очень крутые спикеры, то есть каждую субботу, воскресенье, потому что у меня уже раньше было только в воскресенье люди выступали, сейчас уже в субботу, воскресенье, потому что информации очень много, то есть, ну, выжимки самые вот такой вот много. Я говорю, ребята, я говорю, я поделюсь с вами со всеми в этом марафоне за один месяц, то есть жизнь твоя просто перелопатится, она заставит тебя шевелить булками так, что мало тебе не покажется. Я поделюсь своим опытом, да, то есть как я никому из неизвестной девчонки превратилась в королеву нетворкинга, как я три года путешествовала автостопом без денег, да, как я голодала, спала на улице, как я просила помощи, как я, блин, поднимала, да, то есть спала там какую-то еду, то есть и ела, потому что для того, чтобы выжить. И как вот есть, сейчас я буду показывать в прямом эфире, как я путешествую, но уже по России, Байкал, Алтай, Чечня, Дагестан, короче, Камчатка, Сахалин, ребята, короче, шоу продолжаем. О, Нелли, Камчатка! Добро пожаловать! Ребят, для того, вот для тех людей, кто придет, вот обязательно, вот обязательно напишите, да, Нелли Давыдова, я сделаю скидку, очень хорошую скидку, поэтому приходите, вот буду очень ждать, вот, это очень крутой марафон, честно. Короче, это секретное слово Нелли Давыдова, да, типа я, от меня пришли и ты сделаешь скидку, круто, круто. Все, кто хочет смотреть прямой эфир, сейчас у меня в ДТВ, либо на Ютьюбе, я дам на Нелли ссылочку, ну, на ее Ютьюб, чтобы вы подписывались, потому что ее история, они фантастические, я без слез ни один пост не прочитала, реально, ни один пост без слез не обходился, я просто читаю пост, реву, пишу Нелли, говорю, куда тебе деньги выслать, я просто по-другому не могла, ну, помнишь, да? Да, это вообще, блядь, капец. Круто, смотри, ждем на Байкале, я приеду, я приеду. Ну, по России тебя тут сейчас хлебом, солью, с маслом везде будут встречать. Да, я ищу людей, потому что, ну, вот это вот сейчас вот а-ля типа пандемия, Уфа, Саратов, Казань, Екатеринбург, там что-то, ну, там, вот, и там вот по той стороне, то есть, ребята, если вдруг кому-то, да, кто-то может меня принять в гости, я была бы, конечно, Чечня, Дагестан, то есть, или... Датарстан пишут, Сибирь, Казахстан. Ну, я очень хочу и в Казахстан приехать, то есть, ну, у меня и в Белоруссии меня тоже ждут, и в Киеве, и на Украине меня тоже ждут, ребята. Но, блин, вот сейчас вот пока что, да, то есть, ну, вот я хочу Россию, Пятигорск вообще, я прям с удовольствием, ребята. Ты просто сейчас вдыхай весь этот воздух, наполняйся, наполняйся, сейчас все откроет, ты как полетишь, вот как волшебный шарик, да, вот наполняется, наполняется, и все, и потом тебя только свиснет. Я хочу людям передать, понимаешь, Нель, я хочу людям передать вот тот огонь, который внутри меня стоит, я очень хочу людям передать, и чтобы они тоже вот пошли и начали менять уже мир сами, понимаешь, вот моя цель это оставить огромное количество учеников по свету, ну, я думаю, что у тебя такая же, Нель. У нас одна миссия. Да. Ко стране тебя, в Нижнем Новгороде, Грузия, Казахстан, ты только свисни. Да, блин, ребята, вообще огонь, я, короче, еще тут это жилье найду. Вот так вот и можно путешествовать бесплатно, то есть, ну, ребята, вот так вот можно. И я всегда вот по этому каучсерпингу, я всегда оставляла за собой помытые холодильники, либо там прокачивала человека, либо готовила вкусную еду, я научилась готовить там разную еду, марокканский таджин, русский, чечевичный, турецкий суп, борщ варила эти, как его, фалафель готовила, короче, с хумусом, ну, в общем, я такая, научилась, в общем. Да, какие, просто, ты огонь. А можешь рассказать нам ситуацию, хотя бы одну, был такой вопрос, где ты балансировала на грани жизни и смерти, и какой-то ситуации, где ты чуть не умерла, ну, таких у тебя было много ситуаций, судя по твоим постам, я уже помню, какие были, давай какую-нибудь самую такую, интересненькую. Ну, не знаю, если честно, у меня две такие вот самые такие вот сложные, пиковые ситуации. Давай две. Короче, когда меня в Венесуэле, то есть, наставили мне ствол, то есть, у нас с этим дальнобоем закончился бензин, и мы просто остановились in the middle of nowhere, ну, короче, в середине нигде, вот, и, в общем, у меня наставился ствол, ну, прям, просто огромный ствол, не то, что там пистолетик, да, то есть, просто огромный ствол. И, ну, то есть, а я знаю, а я знаю, что, ну, то есть, они обычно грабят и убивают, и поэтому, конечно, я такая думаю, знаешь, у меня такая мысль в голове, ну, вот и все, ну, вот и закончилась, типа, твоя кругосветка, то есть, у меня вот такая вот мысль была. Но через пять минут, он у меня, короче, отжал телефон, но через пять минут я уже быстренько пришла в себя, вот, и я начала у него спрашивать, я говорю, слушай, пожалуйста, верни мне телефон, говорю, я автостопщица, говорю, я писательница. Вот, ну, конечно, телефон он мне не вернул, но он поковырялся в моем рюкзаке в небольшом, вот, слава богу, да, что, вот, и он, короче, вернул мне потом, деньги забрал и вернул, у меня там чуть было денег, вот, но такой вежливый такой бандит попался, ну, даже там вот... Если вы бандиты, у них там вот с сердцем скоро сон, да, научилась говорить на испанском, чуть говорю на португальском, французском, французскую Гаяну я посещала нелегально, вот, ну, и вторая ситуация, это когда меня в Бразилии, то есть, я девять дней застряла в Бразилии, то есть, ну, это был такой очень-очень сложный опыт, мне снится сон, перед тем, как туда пойти, вот, мне снится сон, что я балансирую на тоненькой речечке, на тоненькой речке я прям балансирую, а там просто пропасть, то ли водопад какой-то, ну, там просто шумит что-то, я просто еле-еле иду по этой речке, и я понимаю, что вот прям просто секунда, и я сейчас сорвусь в пропасть. И в последнюю секунду я просто запрыгиваю, вижу каких-то людей, я понимаю, что я в домике, вот, и когда я проснулась, я сразу поняла, что дорога будет жесткой, вот, я сразу поняла, но я, конечно, поняла, что дорога будет жесткой, но я не думала, что настолько, я честно, я даже не представляла, что это будет настолько. Я орала там во себя весь голос, я рыдала, я шла пешком одна, понимаешь, с этой палкой, у меня единственная была палка защита, да, со стырьем, да, это была единственная защита от тигров, там водятся тигры в джунглях, понимаете, ребят, то есть, ну, это до сих пор вот... Ты шла под джунглям с палкой от тигров, да? Да, 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 то есть с единственной палкой, то есть, понимаешь, ну как, вот здесь джунгли и вот здесь вот джунгли, и ты идешь по дороге без асфальта, то есть, ну, так вот, дождливый сезон, где машин, бывает, что по три дня нет ни одной машины, и я иду, я шла по 15, 12, 15, 18, ну, 20 километров, мне кажется, иногда тоже ходила, вот, доходила до какого-то дома, просила еду и просила переночевать, а в джунглях это, ну, главное правило, тебя никогда не оставят на улице, и тебе всегда дадут еду, и мало того, в общем, как это было, и 9 дней, я там застряла на 9 дней, и просто, то есть, мало того, я искупалась в дикой реке, и меня кто-то покусал, и то есть, у меня я, у меня пошло загноение, я настолько расчесала, короче, я все эти 9 ночей, я не спала, я чесала, чесала, и я была вынуждена, когда меня один мужчина пригласил, я была вынуждена задрать свое платье и показать свой зад, извините, да, с ногами, насколько у меня, я говорю, помоги, потому что если бы не он, если бы не масло Капаиба, которое он мне тогда дал, я бы просто не выжила, потому что я знала, что слишком много километров, и вот я знала, что просто не выживу, вот, и помню, вот я, ты идешь по джонг, ну, не по джонглям, да, по этой дороге, и слышишь какой-то хруст веток, ты настолько напряжен, твои нервы настолько напряжены просто до предела, потому что ты знаешь, что в любой момент может на тебя прыгнуть животное, понимаешь, и ты не знаешь, да, в тебе борются, в тебе борются опять вот, то есть, убивать животное, вообще убивать кого-либо, да, я вегетарианка, либо защищать свою жизнь, то есть, во мне вот такие вот мысли, и я помню, да, вот с этой заразодранной до нельзя задницей, уже гноящимися ранами, то есть, рюкзак задевает эти гноящиеся раны, я иду, жара, то есть, иногда не было воды, еды голодная, идешь ты по этим джунглям, ну, по дороге, и я помню в один момент, когда вот, ну, реально, то есть, я прям начала орать, я прям начала орать в голос, я приму от тебя все уроки, господи, я просто орала в голос, Нелли, там, понимаешь, меня никто не слышал, может быть, какие-то, да, птицы и животные, джунгли, да, вот, но Господь, я думаю, Он меня слышал, я просто орала, прям вот и рыдала, и когда я добралась, наконец, до Умайты, вот, я просто сидела, и вот прям, ну, я очень долго, горько плакала, потому что я говорила, я выжила, то есть, я сделала это, понимаешь. Знаешь, что я хочу, вот я смотрю на тебя, да, и комментарии читаю, и мне хочется сказать, ты самая живая, самая живая из всех, кого я знаю. Можно я скажу, Нелли, а у меня, тем людям, которые идут в мой марафон, у них подарок, они будут первыми читателями моей книги «В руках Бога» или «Кругосветка без денег», вот. Так что приходи. Да, ребят, первые читатели будут у Нелли ее книги «Кто попадет на ее марафончик», и «Кодовое слово Нелли Давыдова», большая скидка. Я хочу сказать, что ты самая живая из всех живых, полуживых и мертвых. Я еще таких живых людей, ну, редко встречала. И вот здесь вот был такой вопрос сейчас, а зачем тебе такие страдания? Я хочу вам сказать, 99,9% людей, там, в 99 сотых, они страдают всю жизнь в своем комфорте и в вечном страдании. Но вы все люди страдаете непонятно от чего. Нелли не страдала, у нее был интерес, она жила, она живая, она себя познает, она пробует, она живет, она двигается, она в движении. Наша жизнь полна страданий. Но вы эти страдания все почему-то дома в комфорте проходите, а она получает от этих страданий невероятный кайф. Вот такое маленькое страдание и вот такой огромный рост. А у вас, наоборот, чуть-чуть покайфовал и пошел туда вниз в своем комфорте. Поэтому кто из нас еще страдает, я еще очень бы подумала. Фамилия Нелли Землянская. Я очень благодарна, я очень благодарна Богу вообще вот за все уроки, которые он мне послал. Вот за все ошибки, которые я совершила. Я совершила тысячу ошибок. Нелли, Бог это ты, запомни, он через тебя проявлен вот так. Я никогда не боялась совершать ошибки. И вот хочу дать вам вот эти мои знания, вот самую выжимку. Не бойтесь совершать ошибки. То есть идите туда, где страшно, где вот ссыкотно, вот туда вот как раз надо идти, вот там вот как раз идет точка роста, понимаешь. Вот там вот как раз и начнется просто вот отсчет, отсчет, понимаешь. Вот переход на другой уровень или, как я говорю, переход в другую реку или даже может быть в море, а может быть у кого-то просто в океан, понимаешь. вот нужно перепрыгивать, понимаешь, вот каждый раз, нам нужно расти, нам нужно расти, потому что вот на Россию и на постсоветское пространство огромная, то есть огромная надежда у всего человечества, потому что во всем остальном мире, ребят, уж простите, о смысле жизни не думают, просто не думают, там живут, наслаждаются, трахаются, пожрали, поспали, все, программа максимум, и только в России, да, и на постсоветском пространстве, Казахстан, Белоруссия, Украина, то есть у нас вот эта вот культура, да, которую мы действительно годами-годами несем и храним, и продолжаем передавать нашему потомству, это вот что, мы думаем о смысле жизни, мы думаем о том, что будет... Надо передавать жизнь, интерес, познавать новое, правильно, Нелечка? Блин, я кайфую тебя, я не могу, до конца ты в моем эфире. Слушай, Нел, еще раз все по сто раз спрашивают про марафон, у тебя есть какой-то позже на странице про марафон, или ты его напишешь? Найдите меня, найдите меня, ой, Индия, это вообще просто удивительная страна. Ребят, найдите меня в Инстаграм, Нелли Землянская, в Фейсбук, в Кандах. Я выложу под видео, не переживайте, Нелю, у тебя есть на твоем профиле о марафоне, правильно? Мало того, кто мне напишет в директ, мы там вышли в такой небольшой, очень а-ля подарок, ну, не такой небольшой, а я считаю, что очень крупный подарок, потому что это будет лайфхак, как достичь целей, как достичь своих целей, понимаешь? Вот это очень крутой, очень такой подробный, красивый, и вот прям, если ты его сделаешь, то есть все лайфхаки вот так вот, и ты скажешь, да ну нафиг, а что, так можно было? То есть, понимаешь, ребята, поэтому пишите мне в директ, вот пишите свою почту, номер телефона, фамилию, все, ребята, то есть мы вам сразу же, команда моя высылает, у меня команда, ребята, вы себе просто не представляете, они мне взрывают мозг каждый день, каждый день, реально, то есть у меня вот прям Дашуля Петрова, да, Маргарита Медонецкая, Натали Ковалевская, Женька Колосов, у меня такие ребята, Саша там, Нанюта, Настя, то есть ну вообще там просто красавцы у меня, Олечка. У нас осталась одна минутка, и до конца эфира уже можно обращаться, два слова скажи, пожалуйста, что бы ты пожелала всем нашим подписчикам? Ребят, я желаю вам всем начать прыгать выше головы, я желаю всем, просто каждому заплывать за буйки, вот кусать вот эти вот локти, делать всегда вот что-то вот из ряда вон выходящее. Как нам пел Цой, встань и выйди из ряда вон. Вот, всех люблю, всех целую, благодарю, ребят, вот прям реально вот от всей своей души. Я вас тоже люблю, спасибо, что вы знаете. Благодарю, ты красотка, ты красотка, благодарю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...